Всем привет, друзья! Вы на канале Digital Shaman. Меня зовут Иван. Сегодня ко мне в гости пришел объектив 100-400, который купили на Авито. История здесь такая. Человек купил объектив на Авито, и когда начал открывать его, чистить, смотреть, в общем-то, только дома заметил, что что-то не так. А оказалось, что не так, там лежит винтик, вот в этом месте. И, в общем-то, он не зуммирует. Итак, 100-400. Трансфокация сейчас есть, потому что ничего не мешает трансфокация. Скорее всего, винтик в каком-то другом месте лежит. Вот здесь, если посмотрим. Винтика нет. Не шатается. Зум на парковке. Сейчас пока все работает. Вот. Давайте посмотрим фокус. Смотрите сюда. Фокус от 1,8 метра до бесконечности не доходит. Никаким образом мешает. Что-то попало в блок фокусировки, и двигатель не может до туда довести. Трансфокация на 400 миллиметров. То же самое. 1,8. Следовательно, если у нас что-то где-то отвалилось, есть вероятность еще и нарушения оптической оси. Следовательно, необходимо оценить состояние оптической оси. И с этого я и начну. Так, оценим работу фокуса. Да, он блокируется здесь на 400. Ага, еще вот так вот. Так, пободрее на 300 миллиметров. На 400 чуть помедленнее. С заметным ускорением с 20 до бесконечности. До бесконечности не долетает. Реакция на закрытие диафрагмы на 32. Есть. Перерывов нет. Размер диафрагмы одинаковый. Затяжка транспокатора имеется. Теперь коротко о том, почему только 100 миллиметров возможно здесь померить. Максимум 135. Потому что размер помещения соответствует 5 метрам. И расстояние до таблицы, соответственно, здесь уже метров 4. Для 100 миллиметров это 4 метра. На экране у нас получается объект находится вот вот здесь. Так, 100 миллиметров. Итак, 100 миллиметров. Замер. И делаем контрольно-тестовый для 100 миллиметров. Сделал я два изображения. Один на 100 миллиметров, другой на 400 миллиметров. И так как на 400 миллиметров у нас он не достигает бесконечности, то никакой бесконечности в фокусе вообще ждать не надо. Потому что ее он не достигает. Что же он достигает? Достигает с 4 метров, в общем-то, вот этого пересечения. И вот у нас что по углам. Картинка-то на самом деле не сахар. Левый верх, левый низ, правый низ, правый верх. Для 100 миллиметров это, конечно же, не показатель качества. Потому что на 4,5 должно быть резко. Что ж, друзья, объектив готов. И теперь остается только почистить, по сути, от белого налета резинки. Ну и, конечно же, тест. Давайте посмотрим. Выкрученный винт не просто так выкрутился. Ну и в результате того, что он попал в места, куда ему попадать не надо, он блокировал, по сути, геликоид. Ну и, в общем-то, сейчас все двигается от начала и до конца. Тактильно теперь ощущается место, где он, в общем-то, на шкрябал, геликоид. Вот в этом месте. В принципе, это никак не влияет на работу, но тактильно можно ощущать. Вот. Что касается движения от начала и до конца на 100 миллиметров, мы видим, что фокус работает. Видите, вот он в бесконечность приходит от начала и до конца. Теперь делаем трансфокацию на 400 и видим, что тоже все происходит от начала и до конца без каких-то проблем. Тест 400 миллиметров, работа движка от начала и до конца. Все равно видим, что небольшое затупление есть на 1,8. Никак от этого уйти не удалось. Так же на 300 миллиметров, но на 300 миллиметров бодренько. Так же и на 100. Вот. 200. Вот такие дела. Ну и, как в прошлый раз, 100 миллиметров, расстояние 4 метра по центральной точке, без стабилизатора на 4,5. Тест таблицы. Теперь самое интересное. Вот так выглядела картинка до. Сейчас вот экспозицию сделаю, покажу чуть поближе. Видите, какая она мыльная была. Вот так она стала после. Это у нас 100 миллиметров по таблице. Углы. Левый верх, правый низ, правый низ, правый верх. Вот так вот левый верх выглядел до. Вот так после. На 400 миллиметров. Бесконечность на максимально открытой диафрагме 5,6. Приближаем. Вот так он выглядит сейчас. Ну а так как раньше у нас до этого не было возможности настроить на бесконечность, то исходный вариант был такой. Вот так он добивал до бесконечности. То есть никак. То же самое расстояние для 100 миллиметров на максимально открытой диафрагме. Тоже все шикарно. Здесь расстояние до объекта примерно километр. Для 100 миллиметров значение. Также открытая диафрагма. Сейчас попытаюсь максимально приблизить, показать. А это максимум. Ну а это 400 миллиметров. Расстояние уже на вышке сфокусировано примерно полтора километра. Х10 и вот такая детализация на вышке. Увеличил сейчас на DJI, чтобы посмотреть поближе. Вот такая вот детализация. Было интересно на эту трубу посмотреть какой-нибудь Сатурн или Юпитер. Теперь при помощи набора Small Kit 1 я очищу резинки на корпусе этого объектива. И вот так вот выглядит резинка после очистки. Вы видите, какая она становится приятненькая и чистенькая. Вот так вот. Ну вот и все, объектив готов. С вами как всегда был Иван, канал Digital Shaman. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписываться на канал. Всем пока!